Я помню, вы были в гостях у детей 100 вопросов взрослых, такая передача, когда дети задают вопросы. И у вас вопрос был про первое свидание, вы сказали, что это свидание было зимой, вас просили, с чем-то, а? Да, было, да, действительно. Да, а я ведь понял, что вопрос вам задается в презумпции того, что у вас первое свидание, наверное, было с Меньшовым, а на самом деле это, наверное, какое-то школьное было свидание, это первое. Нет, я так поняла, что они имели в виду первое свидание с мужем. Я отвечала на первое свидание с мужем. Да, а я бы для себя подумал, о каком свидании? Вы помните реально свой первый, как это сказать, увлечение, свою первую влюбленность, свой первый роман в школу? Да, разумеется, помню, конечно, он был трагичный. Да что это такое? Да, он был трагичный, поскольку, ну, это было в пионерском лагере, мне было 14 лет, и я очень влюбилась в мальчика, и мальчик влюбился очень сильно в меня, и потом я осталась на вторую смену, знаете, в лагерях были по несколько смен, и случилось такое несчастье, что у меня заболело ухо, заболело так сильно, что мне пришлось ходить с повязкой на ухе, и он тут же влюбился в другую девочку. Ой, как неромантично. Ну, вы знаете, я ходила несчастная с завязанным ушком, и очень переживала. Ну, я думаю. И вы знаете, более того, прожив длинную жизнь, я вам скажу, что это все подростковые влюбленности, как нам, наверное, взрослым кажется, что они, ну, заботятся, это ерунда, это чепуха. А нет, это не чепуха, конечно, потому что это очень сильные страдания, очень сильные страдания, абсолютно равные страдания взрослых людей. Я считаю, что даже сильнее шейкспировские все вот эти страсти, они же, может, как у Ромео и Джульетта закончатся, именно потому что там гормоны, там-то настоящие страдания. Да, потом это когда, особенно когда это первое чувство, и тебе кажется, что это вообще, вот оно то самое и на всю жизнь. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24.